Добрый вечер, меня зовут Максим Путинцев, а на стенде сегодня Татьяна Мерзлякова, уполномоченная по правам человека в Свердловской области и член президентского совета по правам человека Татьяна Георгиевна. Здравствуйте. Как всегда на рубеже зимы и весны, но собственно вот в тот период времени, в который мы сейчас живем, вы представляете ежегодный доклад по состоянию прав человека в нашем регионе. Что в этом докладе главное? Может быть, два-три ключевых тезиса? Каждый год меняются приоритеты, потому что я вообще очень люблю трудовые права, и всегда их любила, но в прошлом году я на первое место вывела повальное мошенничество в разных сферах, где-то в пяти позициях просто. Это и кибермошенничество, цифровизация мошенничества, социальное, юридические компании нас обманывают. Но я уже молчу про мошенничество на финансовом рынке. И я это вывела на первое место. И с тем, что мне кажется, что полиция в этот период плохо защищала в принципе личные права граждан. И к этому мошенничеству она относилась не к тому явлению, которое надо немедленно чистить. Как к природному явлению, может быть? Ну, дождь, снег, бывает. Ну, не случайно оно так сильно процветает. Не случайно. Понимаете, есть несколько моментов, законодательные моменты. Центробанк где-то должен регулировать больше, чем надо. Ну, это следствие цифровизации, наверное, отчасти, потому что все больше и больше разных инструментов финансовых появляется. Ну, не только цифровизации. Ну, посмотрите, что происходит. Значит, сообщение о том, что мы бесплатную вам юридическую консультацию даем. На самом деле пишут раз. Второе. Ко мне обращения очень тяжелые поступают. Мне, по крайней мере, это тяжело всегда. Абитуриенты. Ну, скажем так, из Тавды, из Туринска, из Карпинска приезжают сюда документы сдавать, смотреть, сдавать где-то экзамены, какие-то там собеседования или проходить надо. Они заранее на сайтах находят объявление о том, что сдается квартира. И не по тем ценам в месяц, которые сегодня там до 25, видимо, доходят, а за 14 тысяч приличное жилье. Дети заплатили, приехали. Ну, понятно. А в автосалонах так называемых что происходит, где людям навязывают и кредиты, и какие-то платежи совершенно непонятные? А тут снялся какой-то, который, значит, автосалон, которому тоже заплатили, он просто исчез, да? Это у нас в Красноуфимске было. В общем, схем масса. Далеко не все из цифровой отрасли. Не, не одно. Да, цифровизация это отдельно. Вы констатируете наличие проблемы или вы еще и предлагаете, может быть, лекарства? Вы знаете, нет. Мы систематизируем, структурируем наличие проблемы и подаем сигналы очень серьезные. А исполнительные власти, силовики уже пусть решают, как с этим бороться. Ну, вы знаете, что я на Совете по правам человека выступила именно по теме повального мошенничества. И президент дал поручение ввести меня в экспертный совет Центрального банка России. Вот я уже позаседала один раз, но там были другие проблемы. Но я где-то на апрель записалась с выступлением. Думаю, что... Продолжите этой темой заниматься. Теперь уже с Центробанком. Да, точно. При этом я знаю, что не сказать, что ласково они там были рады меня принять. Но когда представляли, они все-таки сказали, этот человек, мы посмотрели, более 10 лет занимается защитой потребителей финансового рынка. Я там одна, я посмотрела. Ну, я послушала, я посидела на заседании. Человеко-ориентированная я там одна. Там банково-ориентированные, ну, страхователи есть, есть какие-то еще другие представители. Но человеко-ориентированная я туда одна попала, поэтому буду... Я очень надеюсь. Человеко-ориентированная. Это хорошо. Вручил заместителю председателя правительства, который курирует Министерство цифры, и Министерству цифры провести со мной работу по мошенничеству на финансовом рынке цифровизации. И это будет тоже у нас... В марте мы уже вчера договорились с Ионином, что в марте мы такую встречу проведем. Это как раз, да, Дмитрий Ионин, вице-губернатор, который эту сферу курирует. Хочу про выборы еще вас спросить, Татьяна Георгиевна. Вы в своем докладе на них отдельно остановились. Да, многие задают и говорят, почему вы так поздно обратились к итогам выборов. Но ведь наш доклад, доклад уполномоченного, он как раз не для того, чтобы... Вот 7-минутно только проблема, он для того, чтобы это не повторялось. И, конечно, я отметила некоторые нарушения, которые меня беспокоят. В первую очередь, вот я назвала этот, как журналист, наверное, вам заголовок этот бросился в глаза, что выборы – это не карточная игра, поэтому... Это раздача продуктовых и скидочных карточек, да? Вы знаете, я сторонник того, чтобы выборы были яркими, красивыми, праздничными. Пусть будут концерты, пусть будут даже, в конце концов, эти карточки. Но только это должно быть не от избирательной комиссии, это где-то там рядом, это кто-то другой должен делать. И это как-то... Ну, по-другому должно проходить. Ну, и самое главное, ежень хватило массово на второй-третий день. Поэтому вот это было неправильно. Еще один мой заголовок, я хотела бы на это обратить внимание, называется, что грязные технологии проиграли выборы. Потому что в основном люди, которые хотели прийти в депутаты и, прямо скажем, очень грязно воевали со своими соперниками, они проиграли. Проиграли. Вы помните, наверное, вот эту могильную плиту, которую приписывали, что якобы это должна была сделать один из наших уважаемых кандидатов против своей соперницы. Ну, во-первых, это не в ее стиле и так далее. И потом выяснилось, кто это сделал. И когда вот эти вот все грязные технологии сильно проиграли, я думаю, что все-таки надо задуматься на будущих выборах. Победили в основном. Я бы сказала, в основном победили люди, которые предлагали населению какие-то программы. Которые брали на себя какую-то ответственность. Татьяна Георгиевна, сегодня стало известно о том, что наших паралимпийцев все-таки не пустят на игры в Пекине. Этот вопрос долго дебатировался. Вообще, в свете последних событий, санкций, российский спорт по многим, вообще по большинству направлений попал, что называется, в бан, в стоп-лист. Но до последнего казалось, что на паралимпийцев эта история не распространится. Но все-таки это не так, как вы это прокомментируете. Паралимпийцы были и остаются моей болью, потому что не только в свете последних событий. Все время что-то приписывалось. По крайней мере, после тех успешных выступлений наших паралимпийцев в Ванкувере, когда президентом Паралимпийского комитета России стал Лукин Владимир Петрович, он как-то соединил, объединил нас всех вокруг них. И вообще общество объединило вокруг паралимпийцев. Вы, наверное, согласитесь, зазвучало паралимпийское движение именно после Ванкувера. И золото стали мы добывать, и радоваться. И даже вы знаете, что... Это просто больше на слуху стало. Больше на слуху. И мы все полюбили их, и мы болели. И вы знаете, я сама имела счастье, благодаря Владимиру Петровичу Лукину, его приглашению поболеть за них на сочинской паралимпиаде. И я видела это просто счастье, как выступали наши свердловчане. Это был 14-й год, Пхенчхан, 18-й год, без флага, правда, уже. И они же даже туда не впускали нас уже, 18-й год. И тогда мы гражданским обществом пошли, и в том числе на Европейском институте омбудсмана я выступала. Я говорила, вы знаете, я ручаюсь за своих девочек, я ручаюсь за своих, за свердловчан. Что вы хотите, Иван-чай вы хотите считать нашим допингом или еще что? Вы назовите, какой допинг у кого нашли, ни у кого не нашли. Но это же Россия. И вот вы знаете, уже тогда, но все-таки нам удалось часть международных организаций привлечь на свою сторону, и нас хотя бы вот как бы... Но еще пару недель назад казалось, что мы идем в правильном направлении, и нам вернут флаг гимна и все остальное. Нет, я насчет гимна не была уверена, но о том, что под нейтральным флагом нас все-таки разрешат. Не прямо сейчас, я имею в виду, а через какое-то время. Но в итоге наши паралимпийцы не едут. Это боль. Боль, вы знаете, у каждого человека по-своему. Я скажу тех, кто как-то так критически относится к событиям последнего времени, считает, что вот это случилось, это все равно мы переживаем. Те, кто за, как-то поддерживает сегодняшние события, тоже переживают. Я оцениваю это по-своему, как правозащитник. Для меня всегда было важно только одно, что есть Европейская конвенция по правам инвалидов. Она появилась относительно ведь недавно. Минута у нас. Появилась относительно недавно, в седьмом году, в двенадцатом мы ее ратифицировали. И помните, Всемирный конгресс инвалидов у нас прошел? Как это все мощно. И объединились все международные организации инвалидов вместе. Сегодня они провалились. Мы можем по-разному относиться к политике, но нельзя относиться к паралимпийцам, к людям с инвалидностью, с такой жестокостью. То есть, с вашей точки зрения, это ошибка? Я вижу ошибку и в этом. И я вижу ошибку, что наше гражданское общество, ну, я имею в виду, прежде всего, международное, наше, что может по-разному реагировать. И реагирует с болью за то, что случилось. Что не поднялись на защиту паралимпийцев люди. Я вообще очень тяжело отношусь к тому, что у тех, у кого я училась в свободе выражения мнения, вчера сняли Георгиева с поста главного дирижера Мюнхенского филароманического оркестра. И мне очень это сейчас трудно. То есть, крах я переживаю очень серьезно и в целом международной правозащитной сферы. Спасибо вам большое. Мне остается напомнить, что на стенде была Татьяна Мерзлякова, уполномоченная по правам человека в Свердловской области и член президентского совета по правам человека. До свидания и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова